Да, внутренний ломгкек. И здесь попадает. Потерялся немного Олег и попробовал добить сразу же Азадян. И продолжает Хаммер Виста выбраться к хорошим темпе Виктор. Локти полетели. Да, закрывается здесь Олег Костинов и Дмитрий Волуевич уже близок к тому, чтобы остановиться, но нет, прижимается. Все-таки Олег сопернику пытается выживать. Локти туда и сюда. Просто сумасшедший эпизод выдает здесь Виктор. Сколько можно атаковать в таком темпе? Ну, видно, конечно, что он немного замедляется, но, тем не менее, все-таки дожимает соперника и заставляет рефери остановить поединок. И в итоге Олег Костинов проигрывает досрочно. Невероятное выступление Виктора Азатяна. Наше поздравление. И перед началом этого видео хочется выразить особый респект нашим друзьям из Gorilla Energy. Gorilla Energy поддерживает команду Вестника ММА, промоушен Fight Nights и огромное количество бойцов. Gorilla Energy – наш любимый энергетик. Справа от места от Виктора Азатян. Поздравляю с победой. Очень крутой финиш получился. Какие эмоции? Вернулся после поражения. Да, эмоции потрясающие. Честно, должен был выиграть, потому что крайнее было поражение. А у меня вот по традиции сложилось, именно после поражений я начинаю намного активнее работать. И вот после поражения Алексея Махно я ушел в зал, просто отстранился от всего, наверное, месяца на три, так точно. И вот итог вы видели. Есть такое ощущение, что тебя АМС Fight Nights пытаются просто привозить под своих героев, чтобы они на тебе набивали какой-то рекорд? Я рад. Меня также пригласили против Алексея Махно. Все, я уверен, знают, что Алексей Махно – это имя. В любом случае, это имя. Имя на высоком уровне. Многие говорят, да, он сейчас где-то не в топе, там, не из лучших, не прецедент на титульнике и так далее. Но не забывайте про его историю. Сколько у него было боев. И я был именно поэтому, я был рад выйти с ним на бой. Я знал, что с ним бился лет пять или года четыре назад, также с моей командой Артем Домковский. Артем Домковский для меня с 2011 года, он вот стоит на планку на две, на три выше, всегда смотрел на него. И тут я, мне предлагают бой с тем человеком, с кем бился уже Артем. Я с радостью говорю, да. Для меня было бы, конечно, радостнее, что вот я финишировал, допустим. Ну, как вышло, так вышло. А сейчас Олег Костинов до того, как мне дали его, честно скажу, не знал. Не знал, что он здесь у вас, как ты сказал, именитый спортсмен у вас в MC Fight Night. Потом уже понял по всем постерам. Я не за MC Fight Night, если что. Ну, не важно, я просто беру у тебя интервью, но я не за MC Fight Night. Хорошо, ну, в этой организации MC Fight Night. Но тем же лучше для меня. Я, получается, меня не знают, их знают. Я, кроме победы, значит, что повышаю свое имя еще. Раз они имениты, я нет, я их выиграл. Я отбился, мне кажется, достойно с Алексеем Махно. Но как минимум достойно. Поэтому и сейчас вот очередного выиграл досрочно еще. Я, честно, вот я уже там в клетке сказал, я хотел сразу же после победы, у меня был план после победы. Кстати, план был в четвертой минуте первого раунда. Такого сделать, ну ладно. Вызвать на бой 3 июля здесь будет драться Руслан Колодко за титул чемпиона. Я хотел опять-таки приехать и отбиться с человеком, который выиграл Олега Косинова в предыдущем бою. Это Гойти Дазаев. Я хотел его пригласить на бой именно 3 июля. Но я уже сказал, неделю назад я травмировал достаточно сильно свое колено. До 2, по-моему, июня я взял время у тренера, говорю, Юрий Товарищ, дайте мне пару дней, я дам ответ. Выхожу я на бой или не выхожу. На сильнейших антибиотиках, компрессы, в ванной и все. Я вышел, отбился. Но не посмею себе бросить такой быстрый вызов Гойти Дазаеву, серьезному сопернику, на уже таком коротком времени. Только из-за колена. Поэтому я и сказал, через полторы месяца лучше, я еще раз лучше посмотрю свое колено. Я готов уже драться с таким соперником, как Гойти. Потому что, а кого дальше? Если он выиграл моего нынешнего соперника, значит, я должен стремиться к лучшему. Когда я смотрел твой бой с Алексеем Махно, мне показалось, что тебе не хватило в этом бою мощи. Потому что, во-первых, вы дрались и в другом весе. Во-вторых, я посмотрел топологи и увидел, что ты очень часто выступал в легком весе. Ну и не крупный, собственно, ты полусредний вес. Да, там и смысла не было кого-то искать, кто обычно бьется в 80 килограмм. Мы бились, по-моему, 81, я не помню. Не было смысла искать, потому что за 6 дней, кроме человека, который в данный момент весит этот вес, никого и не найдешь. Мало кто согласится гонять за 6 дней, допустим, с 90 на 81, а те, кто бьются в 81, 84, 77, вернее, категории, они гоняют с 90 и свыше. Поэтому я согласился, я, который в тот день, когда мне позвонили, я весил там 84 килограмма этих трешка, это, ну, просто убрать ужин, слить воду. Просто в этот раз ты опять выступал в 77 килограммов? 75. У нас было договорено с 75 килограмм, у нас промежуточный вес. И просто вчера на взвешивании как раз разыграли такую сценку, стали спрашивать, типа, Виктор, как думаешь, кто сильнее? И мне показалось, что это все для того, чтобы потом свести как-то косиного с Махно, а ты все карты использовал Камилу Гадживу. А я не знаю, зачем им Косинов Махно. Ну, то есть, может, я не осознаю имени Косиного в этой организации. Я понимаю, это боец команды, который спонсирует часа МСФайтнесс Донской атаман. Ну, круто, конечно, что сказать. Но для меня, честно говорю, спортсменов, Махно я знал, потому что я слежу за всеми боями Артема Домковского. А так мало спортсменов знаю, поэтому меня можно отнести в ту аудиторию, скажем, больше зрителей, которые, вот, я уверен, бойцы, которые следят тщательно за каждым кардом АМСФайтнесс, они знают такое имя, как Олег Косинов. Я никак не хочу сейчас уменьшить его имени. Но я, как зритель, как человек, интересующийся только соперниками своими и соперниками моей команды, я не знал, кто это. Поэтому, как зритель, не вижу, зачем сводить их двоих. Нужно ли этому вообще Махно? Нет, сейчас-то уже нет, просто я говорю, что мне казалось, что так хотелось сделать. Да даже если бы он меня выиграл, нужно ли этому Махно сейчас? К чему? Ну, мне так показалось, что Камил Найд намекал. Камил? Может, я ошибаюсь. Да, но он же стал спрашивать. Ну, твое мнение. Да. Окей, если это Гойти Дозаев, это действительно серьезный боец, который дрался уже за титул АМСФайтнесса, когда ты готов будешь с ним подраться, ты сказал, что нужно залечить колено? Да. Минимум полтора месяца надо мне. Минимум. А там, как пригла... Ну, во-первых, я сейчас... Вот сегодня с утра у нас каждую утреннюю... Ну, перед... В день боя утренняя тренировка. Я пришел сейчас, если заснять... Вот тут вот будет шишка, которая... Это можно вам показать, да? Можем листить. Тут... Вот эта шишка. То есть, она вышла после сегодняшней утренней тренировки. Мой тренер даже об этом не знает. Потому что лишние мысли были бы. То, что они у меня есть, мне этого хватает. Поэтому я сейчас приеду, делаю МРТ, смотрю. Если хотя бы никаких изменений, как до боя, если вот осталось, как и было, а там трещина мениска у меня. Если ничего не изменилось, то полтора-два месяца, я думаю, я буду готов. Если я сейчас тут за неделю более-менее залечил и вышел отбиться, два месяца, что это... Прекрасно. Виктор, крутые планы и финиш очень крутой. Поздравляю тебя с победой. Друзья, вы подписывайтесь на Инстаграм Виктора. Он появится внизу экрана. Также подписывайтесь на социальные сети Вестник и ММА. Не волнуйтесь, там я ни на кого не подписан. Но это все равно, это активная страница. Это моя. Посмотрите Вестник и ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии. И награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. А обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.